Симпатичный танцевальный номер И начался конкурс, на котором выбирали первую красавицу города в 2017 году Красосаянска – это настоящий праздник женской красоты, очарования, грации Участие в нем приняли 8 очаровательных леди Все они – жительницы нашего города Которые уже имеют детей, стабильную работу, различные интересные увлечения Это Олеся Кикос, Дина Томилина, Анастасия Еремеева, Юлия Хороших, Екатерина Кузнецова, Оксана Оглоблина, Анастасия Синько и Татьяна Ворониченко Девушкам в рамках конкурса предстояло продемонстрировать не только походку от бедра, но и все свои умения После того, как девушки были представлены многоуважаемому жюри из Уссулия Сибирского и Саянска Они показали всем, как им удается поддерживать себя в отличной форме Красота – это квинтэссенция двух составляющих – очаровательной внешности и высокого интеллекта Поэтому организаторы включили в мероприятия и конкурс проектов, направленных на улучшение жизни в Саянске Девушки предлагали организацию спортивных парков и танцплощадок, зон отдыха, скульптур и многого другого А еще они дефилировали в деловых костюмах Конечно же не обошлось и без традиционного дефиле в купальных костюмах Но второй год подряд девушки выходят на сцену не только в пляжных нарядах, но и накидках Придающих образом пикантности, игривости и в то же время загадочности Самым, наверное, интересным конкурсом Красы Саянска стала демонстрация талантов Оказывается, участницы могут не только красиво ходить по подиуму Они танцуют, поют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах и даже, как Анастасия Синько, прекрасно рисуют А Оксана Оглоблина продемонстрировала очень необычный номер Девушка выступила с самурайскими мечами Мало какая леди может похвастаться любовью к японской культуре и холодному оружию Также очень зрелищным по традиции оказался и конкурс «Авангард» Девушки, создав платья из всевозможных подручных материалов, появлялись на сцене в образах цветов Розы, подснежники, целые цветочные полянки дефилировали по подиуму Девушки, создав платья из всевозможных подручных материалов, появлялись на сцене в основном Девушки, создав платья из всевозможных подручных материалов, появлялись на сцене в основном Девушки отдыхают. В таких нарядах да на красную дорожку за Оскаром. И вот пришло время подводить итоги. Жюри пришлось постараться изрядно, ведь выбрать самую лучшую было очень трудно. Каждая из участниц получила различные титулы. Мисс Грация, мисс Обаяние, мисс Оригинальность и другие. Но корона победительницы украсила голову Анастасии Еремеевой. Именно она, по мнению жюри, стала красой Саянска. Я хочу сказать в первую очередь спасибо всем моим родным, близким. Моим подругам, невероятным авантюристкам. Которые меня просто затащили в этот конкурс. Я никогда не могла бы подумать, что я могу преодолеть все эти препятствия. Невероятное волнение преодолеть его. Это просто такая авантюра. Я очень благодарна тем, кто мне помог. В общем, эмоции переполняли девушку через край. И Анастасия нисколько не жалеет об участии. Ведь она не только завоевала корону победительницы, но и завела новые знакомства. Я полюбила каждую-каждую девочку. Они просто невероятные. Просто каждая девочка. Они просто красавицы и умницы. Я считаю, что каждая достойна первого места. И каждая девочка, то, что она вышла на эту сцену, она преодолела свой страх. Она преодолела очень много, приложила усилий. Она уже победительница. Мы все сегодня победили. Я поздравляю всех девочек. Я всех их люблю. Я очень счастлива. Спасибо. Отметим, что Анастасия Еремеева работает в администрации города. Хорошая супруга. Воспитывает двух детей. Ведет активный образ жизни и очень позитивный человек. Ну а Красосоянска теперь состоится в следующем году. И организаторы сейчас будут готовить новые идеи по организации конкурса.